Любители искусства сейчас на вас третий уж, потому что 14 и 15 октября в Екатеринбурге впервые пройдет уикенд авангарда. Можно будет провести отдых среди авангардного искусства 20 века, опробовать на себе возможности цифровых технологий 21 века. Ну а мы будем узнавать все подробности у наших гостей. Сегодня в нашей студии преподаватель Екатеринбургской Академии Современного Искусства, руководитель проекта уикенд авангарда Наталья Сераштанова. Доброе утро. Доброе утро. И специалист Екатеринбургской Академии Современного Искусства, графический дизайнер, цифровой художник Дана Тимонина. Доброе утро. Давайте для начала разберемся, чем авангард отличается вообще от другого направления искусства, потому что я думаю, что немногие догадываются. Самое главное, что нужно знать об авангарде, что авангард это общее название стилей искусства. И, например, в архитектуре это конструктивизм, в живописи это импрессионизм или супрематизм. Важно, что эти направления были названы так постфактум, с течением времени. Художники, музыканты, писатели, поэты, авангардисты, они творили новое, они имели смелость создавать новую форму искусства. И себя так не называли. И себя так не называли. Мы их так раз общили и говорим, так это шавангард, наверное. Два дня будет проходить. И какие активности нас ждут все-таки? Есть чем заняться? Да, мы организаторы придумали целых три части программы. Это образовательная часть, концертная и выставочная часть. Образовательная часть пройдет в субботу и будет включать в себя паблик-толк популярного об авангарде. И воркшопы, связанные с фотографией, рисованием, бумагопластикой, 3D-мэппингом, 3D-моделированием. А в субботу и в пятницу пройдут выставочная и концертная части. Среди них гвоздь программы это 3D-мэппинг на фасад кинотеатра «Заря», где будет рассказана история развития авангарда и ее смены стилем неоклассики. ВИДЖЕЙ-сеты с музыкой также в кинотеатре «Заря». А вот, кстати, почему именно все-таки кинотеатр «Заря»? Почему вы выбрали такие площадки? Там еще фабрика кухни, МЗТМ. Что это вообще? Да, мы организаторы уикенда «Авангардах» популяризируем авангард. И популяризируем его средствами цифрового искусства. И мы хотим сказать, что важно, что стили меняются. Что сначала был авангард в начале 20-го века, время идет, общество меняется, и авангард сменился стилем неоклассики. Поэтому у нас две локации. Это бывшая фабрика кухни УЗТМ и кинотеатр «Заря», построенный в стиле неоклассики. Данна, расскажите, вот вы представите свою выставку на этом проекте. Что в ней будет? В целом выставка представлена серией плакатов. Там будет 8 плакатов. И один из них, как спойлер, вы прямо сейчас можете видеть. Наверное, у вас вопрос, что это за странное слово? Да, и вообще у меня много вопросов по поводу цифрового художника. Это что-то 100% новенькое в нашей студии. Все плакаты выполнены в технике коллажа. Коллаж тоже является одним из разновидностей авангардных видов искусства. И в коллаже использованы фотоработы и такая геометрика. То есть все эти геометричные формы, которые вы увидите на остальных постерах, они тоже отсылают нас к авангарду. Но нас больше всего, да, Лера? Да, заинтересовал один квадратик внизу, вправо. Это QR-код. Мы за последние два года с QR-кодом уже знакомы на 100%. Зачем он представлен на работе? Чтобы показать всем цифровое искусство. Не только визуальное, но и цифровое. Я понимаю, что у каждого нашего телезрителя есть возможность прямо сейчас в этом перформансе поучаствовать. Не только посмотреть на прекрасную картину, но еще навести свои телефоны на QR-код и посмотреть, что же произойдет. А что там произойдет, потому что нам следует... Да, расскажите для тех, кто не может сосканировать. Давайте я вам расскажу. Если сосканировать этот код, то все это изображение немножко оживет. И элементы начнут двигаться, графика тоже будет двигаться и все будет появляться. Цветочки, наверное, будут по ветру, да? Я предполагаю. Нет? Ну, возможно, да. То есть так, как у всех постерах задействована архитектура и геометрика, мы увидим, как все это, скажем, вырастает. Из ниоткуда. На каждом постере свой QR-код и можно на выставке тоже... Да, каждый постер можно сосканировать и на телефоне увидеть, как он создается. Здорово. Я правильно понимаю, что в рамках уикенда можно будет не только быть зрителем, что понятно, прийти, восхититься искусством, но можно еще каким-то образом поучаствовать. Какие активности вы приготовили и как можно внедриться в мир искусства и стать, ну, арест-авангардом? Ну, конечно. Дело в том, что наши студенты Екатеринбургской академии современного искусства, арт-группа «Культурное безобразие» подготовили литературный вечер, где можно прочитать и послушать стихи, прозу поэтов авангарда и свои, и писателей авангарда, и свои стихи прочитать. Ну, и, конечно же, это архитектурный мейпинг, где помимо подготовленной программы будет интерактивная часть, когда зрители могут подойти и разрисовать картину, картины знаменитых художников авангарда и увидеть свое творение прямо на фасаде кинотеатра «Заря». Крутое. Мне кажется, это уникально для города, и Дана сейчас продолжит. Но это еще не все. Можно поучаствовать в создании не только рисунков на фасаде, так же с этими плакатами еще не все. У нас есть несколько заготовленных холстов, на которых тоже будет размещена архитектура. И любой зритель, абсолютно любой гость, сможет взять такие стикеры в виде геометрических форм и фотообъектов и тоже налепить, создать калаш. И небольшой секрет для зрителей, можно взять с собой свои стикеры любые и тоже добавить их на холст. И таким образом у нас получится, представляете, массовый городской калаш в селе авангарда. Конечно. Давайте принимать в этом участие. Приглашайте еще раз, где и когда будет. Для Екатеринбурга «Авангард» — это культурный код. Мы приглашаем вас на уикенд «Авангарда», и он состоится 14-15 октября в здании Екатеринбургской академии современного искусства, улица Культуры-3 и здании Книдеатра «Заря» Баумана-2. Мы вас ждем. Продолжение следует... gods.